МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это общественники, представители власти, реабилитационного центра, православной церкви. И для начала, знаете, что бы мне хотелось бы услышать? Хотелось бы услышать, каковы у нас официальные данные статистики. Сколько в Красноярском крае наркозависимых людей, может быть, знаете, сколько их в России? Потому что мы сегодня, когда начали искать такие цифры, оказалось, что в открытом доступе, вы просто, например, зашли на страничку наркоконтроля на сайте полиции, и вот там телефоны есть контактные, а вот каких-то данных нет, и динамики нет. Оценки, которые мы увидели у коллег в интернете, они такие, знаете, от 600 тысяч до 8 миллионов, вот разбег по стране. И вот все-таки, если говорить о Красноярском крае, у кого какие данные, я так понимаю, что, видимо, к вам, да, нужно вопрос задавать, потому что у вас все цифры, нет? Говорите, говорите, называйте. Добрый вечер. Добрый. Ну, могу вам сказать, что цифры, они достаточно подвижные, они не статичные, и подвергаются изменениям в течение каждого года. Нужно учитывать, что, когда мы говорим о наркозависимых лицах, нужно понимать, что это явление, оно латентно, то есть оно выявляемо либо медицинскими методами, либо в ходе правоохранительной деятельности. Могу вам сказать, что по имеющимся у нас данных, мы пользуемся разными источниками, ну, в том числе и данными нашей медицины, количество наркозависимых лиц, лиц, вовлеченных в потребление наркотиков, оно в настоящее время составляет в Красноярском крае порядка 9-9 тысяч 800 человек. 9-10 тысяч, вот так, если мы окупим. Да, совершенно верно. И могу абсолютно точно сказать, что на протяжении последних лет пяти эта цифра неуклонно снижается. А какова динамика? Цифра снижается. Ну, это вы направление, вектор, так, условно скажем. Алина Петровна, вы тоже обладаете цифрами, да? Вы сразу так кивнули, когда я про цифры говорила, но я почему-то вот на вашего соседа бросилась. Ну да, у нас своя медицинская статистика, это те лица, которые обращаются к нам за медицинской помощью, и которые проходят у нас регистрацию. На самом деле, на сегодняшний день по Красноярскому краю потребители наркотиков 7800, то есть около 8000, это потребители наркотических средств. Ежегодно, примерно вот за последний год, впервые выявляется и регистрируются тысячи человек, лиц, которые употребляют наркотические средства. Да, динамика положительная, мы наблюдаем ее. В течение идет понижение наших показателей, и это понижение, ну, если взять в сравнение с 2016 годом, примерно на 1-2 десятых процента идет уменьшение. Мы в этом, ну, давайте мы подробно еще о динамике и обо всем поговорим. Итак, 8-10 тысяч человек, правильно? Можно обобщить ваши данные? Или у вас просто они разные, поэтому 2 тысячи разницы? 8-10. А теперь короткий наш традиционный блиц-опрос, отвечаем коротко и сдержанно, потому что потом мы разобьем эту мысль, и у нас будет время еще обсудить. Насколько, как вам кажется, официальные данные отражают реальное положение дел? И вот вы уже сказали, да, что наркомания, она такая латентная, но тем не менее, насколько реальные цифры больше, меньше, равны официальным? Давайте пойдем сейчас вот так в обратную. Это понятно, что это ваша личная оценка, но тем не менее, Родион. Я думаю, эту цифру можно смело умножать на 2, на 3, на 4, может даже на 5 раз. То есть вы... И это стопроцентно. Это очень такие скромные цифры, они официальные, но я уверен, что их можно минимум в 3 раза умножить, и мы получим более-менее реальную цифру. Так. Да, я тоже соглашусь с этим. Ну, там разбег очень большой. В 3, в 5 все-таки, как вам кажется? Ну, никто не скажет точной цифры, потому что никто не сможет даже промониторить это. Потому что данные, это официальные, это тех, кто, ну, наверное, столкнулся с такой проблемой. А кто еще, ну, да, вовлеченность, она, ну, разная. Поэтому, ну, вот, поэтому такая цифра. В несколько раз больше? Да, больше. Дмитрий. Я бы, конечно, добавил, возразил коллегам, не в 3, не в 5 раз, в десятки раз больше. Потому что это совершенно очевидно, что официальная статистика ведется только уже по тяжелым больным, которые вынуждены оказались уже обращаться за официальной помощью. Причем это только в официальные структуры госучреждения, да. Есть же еще неофициальные структуры, куда обращаются наркозависимые. И это в десятки раз. Реальную картину посчитать очень сложно. Плюс есть огромное количество людей, которые употребляют так называемые легкие наркотики, которые, в принципе, не приводят к состояниям, которые, там, требуют обращения в официальные органы. И сегодня вот, ну, контингент употребляющих легкие наркотики, он очень-очень большой. Хорошо, давайте, да, все-таки Блиц, я вас заслушалась. Максим. Я соглашусь, мне кажется, их употребляющих наркотики гораздо больше, потому что это только зарегистрированные. А сколько вот так вот? А сколько вот так вот. Ну что же, давайте теперь к вам вернемся, Вячеслав Владиславович. Как вам кажется? Я полагаю, что с учетом латентности этого явления, минимум на 10 нужно умножать цифру официально стоящих на учете наркозависимых лиц. Тогда мы более-менее получим с вами реальную картину количества людей, которые подвергнуты столь пагубной привычке. То есть вы тоже признаете, что не 8-10, да, а 80-100 это вот... Ну, это та или иная степень вовлеченности в процесс потребления. Коллеги здесь сказали, что процесс потребления может быть разным, периодичность разная, степень осложнений разная. Поэтому, ну, полагаю, что так. Хорошо. Как вам кажется? Ну, учитывая того, что мы на сегодняшний день говорим о потребителе наркотиков, это то, о чем сейчас говорилось, тяжелые состояния, более легкие состояния, то на сегодняшний день все отмечают, и по данным мониторингов, которые российские мониторинги проводят, это в 7-10 раз необходимо эту цифру увеличить. Увеличивать. Так, ну, Мария Михайловна? Ну, учитывая латентность, о которой здесь уже коллеги говорили, я думаю, что здесь других показателей быть не может. Реальные цифры, они гораздо выше. Гораздо выше. Конечно, я тоже соглашусь, что гораздо выше, но раз в 5, так точно, наверное, мы их можем умножить. Получается, что мы все признаем и в разной степени, конечно, увеличиваем, да, но вот ваша история в 5 раз, она даже вот меньше, чем то, что официальные органы у нас говорят, да, то есть что наркоманов в крае может быть до 100 тысяч, и мы это признаем, да, получается? Минимум. Минимум. Да. Да? Я на вас смотрю, потому что вы прямо 10. Потребительный наркотик. А чем они отличаются от наркоманов? Разной степенью зависимости. То есть, а наркоманами мы называем только тех, кто вот уже и в медучреждении? Да, диагноз наркомания – это те, у кого на самом деле есть признаки заболевания. Заболевание, которое называется зависимость от наркотических средств. То есть это те, у кого все-таки диагноз уже? Да, а те, у кого эпизодически употребляют наркотические средства, случай к случаю, или не так системно, то это входит в группу потребителей наркотиков. Ох, даже вот здесь сложно. В том языке, конечно, это тоже наркоман. Речь идет лишь об официальной… Есть диагноз, нет диагноза, да? Да. Есть такое понятие, что социальная сохранность. Социальная сохранность у человека. То есть есть стадия употребления, когда он употребляет и пытается контролировать свое употребление. Может это совмещать все и с работой, и с семьей. Вот это такой контролируемый этап употребления, где-то первая стадия. А потом вторая стадия наркомания, когда человек уже теряет контроль над своим употреблением, и он перестает, его уже нельзя называть социальным сохранным, разваливается его работа, разваливается семья. И обычно именно вот эти наркоманы в второй стадии попадают в поле зрения правоохранительных структур и медицинских структур. А то это первая стадия, когда человек еще справляется со своим влечением. Она никуда не попадает, ни в какие статистики. Да, она никуда не попадает, да. Это еще человек такой, который, ну такой наркоман выходного дня или наркоман пятницы там. Наркоман выходного дня. Так, хорошо. Максим, вы обещали, когда сюда шли, рассказать свою историю, да? Вы, как, вас, как можно назвать теперь уже? Вот мы, видите, у нас даже... Воздоравливающий. Хорошо, Максим, коротко ваша история, и потом идем обсуждать. Ну, если коротко, в 13 лет впервые попробовал алкоголь, было просто интересно. Потом как-то друзья предложили попробовать наркотики, было тоже интересно. Ну, попробовал, затянул. И вот с тех пор все хуже и хуже и хуже. Потерял смысл жизни, вообще друзей потерял. И в 18 лет вышел с пятого этажа. Жить не хотелось вообще. Так, давайте уже тогда... Как это все потом развивалось в положительную историю? Почему вдруг решили, что нужно что-то исправлять? Потом, к счастью, у родителей хватило смелости и решительности отправить меня в реабилитационный центр на лечение, в том состоянии, в котором я был. И вот уже там, благодаря помощи работников центра, появилось... Появилось, да, да. Пошло все на лад. А частный центр был или вы в государственном учреждении были? В частном. В частном. А в государственном вы в... Вот, кстати, вы есть, например, в этой статистике или вас вот нет в этой статистике, если вы в частный центр? Как кажется? Нет. То есть, получается, что те, кто обращается в частный центр, они вообще за... Те, кто обращается в частный центр, они как раз и в частный центр. И обращаются с той целью, чтобы это все прошло анонимно. Конечно. И чтобы потом это нигде не было, не значилось... Это основные мотивы обращения в частный центр. Хотя они коммерческие, они платные, но человек готов заплатить большие деньги, но чтобы не попасть в эту самую-самую статистику. Есть государственные бесплатные реабилитационные центры, сегодня они в Красноярске есть. Но туда идут мало людей, потому что они боятся вот именно этой самой постановки на учет. А где потом это все будет написано? Это в ограничении в лицских правах, в отношении оружия. Мы должны понимать, что, конечно, для тех лиц, которые страдают такой проблемой, что для них не всегда все можно позволить. Это, конечно, ограничения в управлении автотранспортом, владение оружием, какие-то определенные профессии, которые идут, и тоже ограничения. Поэтому, учитывая эти факторы, служба в армии для молодежи, для молодых людей особенно, почему-то все считают, что именно армия их должна исправить. И поэтому, пытаясь скрыть это, ну и отправить его в армию на перевоспитание. Не на службу в армии, а на перевоспитание. Поэтому, однозначно, эти факты пытаются скрыть. И обращаются в частные. Таким образом, люди не попадают в статистику, а потом им разрешается водить машину, владеть оружием. И работать, вы все так настойчиво говорили, что запрет в госорганах, и работать в госорганах. Ну, не обязательно, конечно, что им позволяют, потому что, как бы то ни было, они все проходят профилактическими досмотрами. Допустим, если приходят для получения тех же самых водительских прав, там, или на устройство на работу, то, если они проходят через врачей, то однозначно проводятся осмотры и выявляются. По возможности выявляются такие факторы. Чаще всего им выявляют, потому что это уже год спустя после реабилитации. Они уже становятся нормальными вполне. И там по крови уже ничего не определить. Ну, не обязательно по крови. Ведь надо четко понимать, какие наркотики употребляли, каким образом они употребляли. Поэтому что-либо можно все равно выявить. Не все наркотики, но тем не менее. Обычно реабилитация составляет один год. Обычно, в любом центре, чаще всего. Да, обычно один год. И после одного года реабилитации, ну что можно выявить? Когда год чистоты, год трезвенности. Мы знаем, что на сегодняшний день такой тяжелый наркотик, как героин, он не ушел с нашей территории Красноярского края. Он есть и существует. Есть и другие наркотические средства, которые употребляются внутривенным путем. А те, которые употребляют наркотики внутривенно, эти следы, кто работает с такими лицами, они четко понимают и знают, что эти следы остаются порой на всю. Оставшуюся жизнь. Да, Вячеслав Владиславович, вы хотели добавить. Я хотел добавить, что у нас ведь цель-то профилактики заключается в том, чтобы вернуть людей к нормальной жизни. Чтобы они стали полноценными членами общества, несмотря на те, может быть, ошибки молодости, или неопытности, или слабость какую-то, которую они свои проявили. Поэтому, даже если он когда-то и потребил наркотики, но у него есть устойчивый период ремиссии, почему не доверить ему управлением транспортным средством? Давайте все-таки вернемся к тем, кто употребляет наркотики, кто является официально наркоманом, неофициально. Сегодня в группе риска кто? Что-то изменилось за последние годы, не изменилось. Что-то изменилось с 90-х категорически в этой истории, не изменилось. Кто те люди, которые сегодня проходят лечение у вас, проходят реабилитацию у вас? То есть, вот это какой контингент? Ну, прежде всего, это молодые люди. Возраст какой? Возраст, начиная буквально с обращения 16-17 лет, ну и выше однозначно. Молодеет? Средний возраст, средний возраст все-таки 20-30-35 лет. Это вот этот средний возраст. Молодеет. Вы знаете, я, наверное, скажу, что вот, если наблюдаем вот эту статистику, смотрим, что на протяжении последних лет все-таки возраст остается как-то на одной границе. Я не скажу, что он сейчас молодеет. Потому что, если одно время как-то это был возраст все-таки 16-17 лет, потом стали говорить о том, что это вот 12-13 лет у нас, вот видите, есть такой вот пример, то сейчас пока это граница, так она и остается. 16 все-таки примерно. Что скажете? Да, важно отметить, что если обращение произошло в 16, то вовлечение в употребление – это где-то 12-13-14 лет. То есть какой-то период подросток употребляет до того, как обращаются уже за помощью. Ну плюс, давайте посмотрим на то, что сейчас доступность методов распространения, через эти всякие закладки, через социальные сети, она стала вообще другой. То есть лет 10 назад такого не было вообще, технологии распространения этой не было. Плюс доступность информации, доступность нефильтрованной информации, абсолютно открытой в виде видеоклипов, каких-то пропагандических материалов в социальных сетях, в Ютубе. Это же все доступно с самого детства. И сегодня дети умеют уже пользоваться всеми этими средствами с самых ранних лет. И сегодня в Ютубе это никак вообще абсолютно не фильтруется и нет никакой возможности. Но пропаганды там очень много. Об этом тоже, да, поговорим. То есть вы считаете, что все-таки 16 официальных лет – это 12-13 неофициальных, как вот было в случае с вашим соседем? Примерно, да. Ну, тем более, да, пример есть. Да, а вот если говорить о примере, кто предлагал такие же ровесники? Много ли ровесников вовлечены в потребление наркотиков? Ну да, друзья, просто. И всем было так же по 13-14? На тот момент, да. На тот момент, да. А можно задать вопрос? А пожалуйста. Скажите, а где вы в первый раз столкнулись с самой идеей употребления наркотиков или алкоголя? Обычная вечеринка у друга дома. То есть вот как вот… Много дома. А помимо того, как у друзей, вы где-то ранее, еще до этой вечеринки где-то видели эти сцены употребления? Ну, в фильмах. И естественно, мне каждый раз говорили, что это плохо, так делать не надо. Ну, в фильмах вы видели, и сама идея, она уже именно из фильмов появилась. Да. Спасибо. Или все-таки от друзей? Смотря фильмы, слушая от родителей, что так делать не надо, я понимал, да, это что-то плохое, но было внутри интересно все равно. А тут мне это предлагают, интерес берет вверх, я пробую, потом становиться уже я не смогу. Важный вопрос, так называемого наркогенной готовности. Дело в том, что от первой идеи употребления наркотика до конкретного факта употребления есть время. И нам нужно даже считать в группе риска не тех людей, которые впервые попробовали, а те, кто уже вынашивает идею готовности употребить наркотик. Это, собственно, в понятии, это в адиктологии так и называется наркогенная готовность. То есть я уже готов употребить, мне может быть лет вообще 10 всего, но я уже готов употребить, просто я жду, когда будет удобно для этого, собственно, момент. И вот молодой человек рассказал про фильмы там и так далее, действительно очень важный такой момент. У нас в практике, помню, был парень такой, он как-то посмотрел фильм, есть такой фильм «Криминальное чтиво». Ну, он распространенный, я здесь ничего такого не рекламирую. И он, когда смотрел этот фильм, там был такой эпизод, главный герой этого фильма, употребив героин, едет по ночному городу под музыку. Сейчас, я вот не знаю, мы нарушаем с вами закон или нет? Я надеюсь, что нет. Я надеюсь, что нет. И он сказал, говорит, вы знаете, мне было тогда, где-то лет 14, я смотрел этот фильм, и я, говорит, себе поставил цель, что я вырасту, мне будет там лет 20, и я куплю себе машину. И сделаю вот так. Я потребую героин, я включу музыку, я тоже самое, поеду по городу. Он это сделал. Все, и он попал в поле нашего зрения, когда ему было 28 лет, он не имел ни работы. Ни машины, ни возможности прокатиться по городу на роскошном авто. Это тоже очень важный момент, как окружающая культура формирует вот эту самую наркогенную готовность. И вот Дмитрий очень подробно говорил о Ютьюбе, о современных певцах, и так далее. Посмотрите творчество в современной молодежи, там ЛДЖ, и того же самого. Одна пропаганда наркотиков. Одна пропаганда наркотиков. И этот пес свободно у нас ездит по России, собирает целые залы. Слава богу, есть умные люди, там в Сургуте, допустим, на Кавказе, отказали в этих концертах. Замечательно. А это родители, между прочим, не просто какие-то там его противники, конкуренты. Это родители до этого додумались. И это очень ответственные, важные родители. Нам нужно взять этот пример, потому что именно с этого начинается формирование наркогенной культуры. Ну, запретный плод, он же, опять же, сладок. И если где-то что-то запретили, об этом стало известно на всю страну. И даже тот, кто не знал об этом. Это ложный абсолютно миф, который поддерживает как раз люди, вот вроде таких вот распространителей, ЛДЖ и всех его соратников. Они именно этим и пытаются контраргументировать людей, которые стоят за то, чтобы все это запретить на самом деле. Это ложь, это не так. Это, то есть, даже пусть это будет как будто бы так, что запретный плод сладок, но поверьте, от этого пострадает меньше людей, чем от того, что он открыто гастролирует по всей России, собирая тысячные, многотысячные площадки и прямо открыто во всех песнях проповедует наркотики. Так, ну у нас два человека, которые предлагают запретить, уже точно есть. Очень распространен миф о так называемой запретофобии. Распространено мнение, что запретами ничего нельзя решить. Распространено мнение, что запреты наоборот вызывают интерес. Но всегда в социологии в больших числах мы должны ориентироваться на массовую статистику. Только массовая статистика дает реальные показатели влияния. То есть, работает или не работает. И вот абсолютно точно в массовой статистике любые запретительные меры снижают статистику потребления. Пример банальный, мы его часто приводим. Вспомните игровую зависимость. Это вот настолько была сильно вовлечена вся страна в игровую зависимость, когда на каждой остановке уже открывали вот эти вот казиношки. Сейчас их запретили, вы хотите сказать, или те, кто играют, они все-таки играют, но меньше, да? Сейчас их запретили, остаются в тени где-то подпольные эти заведения. Но общая статистика снизилась просто в разы. В разы, там, в десятки раз, не знаю. Но это реально работает. Я могу еще один пример добавить. Уже после рекламы. Давайте, Дмитрий, после рекламы сейчас прервемся буквально минуты и вернемся к разговору.